Всем привет! Сегодня 8 июля 2023 года, нахожусь на Угорском шоссе. Это почта, она здесь давно. В той стороне выезд из города, центр на Угорский. А там находится, по-моему, научный прибор здания. Там, знаете, щипчики всякие делали, маникюрные наборы. В той стороне центр, слева у нас будет по эту сторону Троицкое кладбище. Справа будет там Институт культуры. А прямо-прямо вот это Наугорское шоссе упирается в улицу Лесково. И тема этого ролика два памятника. Во-первых, вот этот памятник. Посмотрите, какой он оригинальный. Я его когда-то снимал, может, пару лет назад. И обратил внимание на плачевное состояние облицовки. Так вот, ее заменили, починили. Памятник героям войны. Первый мировой, по-моему. Реально починили, хорошо сделали. Вот так он выглядит. Сейчас мы подойдем поближе. Орел, видите, на памятнике колокол. Давайте почитаем надпись на памятнике. Что написано. Вот реально было нужно заменить тогда облицовку. Не помню, пару лет назад или три года назад я снимал. Память о братском гарнизонном кладбище, где были погребены воины. 1890-1918 годы. Вот такая надпись. Так этот памятник выглядит. С этой стороны вот колокол. Правда, без язычка колокол. Ступеньки, все в порядке. Автор. Вот такой. Сзади ничего не написано. А, написано, написано. Вот так кинут надпись такая. Стихи. О, стихи нашего поэта-земляка Василия Михайловича Катанова. Их же имена. Ты сам, Господи, виси. Вдали от Родины, от милых мест вдали. Лежат во власти вечного покоя. Над ними пролетают журавли. Зовут печальным кликом за собою. Напрасно птицы делают круги. Молчат гробницы камней и растения. Лежат, как братья, бывшие враги. И вместе ждут святого воскресения. Василий Михайлович Катанов написал. Вот такие замечательные строки. Вот такой замечательный памятник. И сейчас еще другой памятник посмотрим. Это что у нас? Это у нас грибок. А как он называется? Шампиньон? Он не нужен. Во, еще грибы. Как после дождя. Смотрите, шампиньоны. Ого, да их здесь прилично. Вот такие грибы. Шампиньоны, да? Вас издаст. Их там много. Вы что? Да. Это шампиньоны. Если не ошибаюсь. Да, тут дорога рядом. Погугли. Шампиньоны. Науч-прибор. Шампиньон. Дорога тут рядом. Я не знаю. Тут, наверное, нельзя их есть. Если только вываривать как-нибудь. Не знаю. В общем, остановка Науч-прибор. Здесь, по-моему, колл-центр Комфортел. Если не ошибаюсь. Все работает еще. Там институт культуры. А колледж культуры. Там заправка. А мы идем к следующему памятнику. Там центр молодежи полет. По-моему, он на ремонте. Не знаю. Установка Науч-прибор. Надпись Орел. Город первого салюта на Науч-приборе. Такое граффити интересное. Мама с ребенком. Ух, какая птица носатая. Это грач. Что он такой? Нос большой. Грач это. Вот это, да. Ворон прям какой-то. Семейство вороновых. А вон галка. Две галки. У них тут свидание. Грачи две галки. Вот. Третья лишняя. Грачи галка. Молодцы. Молодцы. Ой, красивый. Вот нос-то классный. Ходит носом этим. Что-то долбает. Вообще классный. Классная птичка. Да. Крупная такая. Супер. Да, ну и галка четкая. Ходит тоже такая. В общем, птички. Орловские. Конкретные такие. Ух, какой красавец. Прям петух. Петух. Прям вообще. Молодец. Молодец. Ну ладно, это так. Мимоходом. Молодец. Так. Подошел я вот к этому монументу. Замечательному. Очень тут красиво все оформлено. И много птиц. Давайте подойдем и рассмотрим его поближе. Я его уже снимал неоднократно. Но погода хорошая. Солнце светит. Думаю, видео получится четким. Ну, в смысле, по четкости нормальное. Сейчас все снимем. И так. То, что на плитах написано. Вот такая боевая машина пехоты, если не ошибаюсь. Эту технику называют. Три фигуры бойцов, которые зашли в какую-то местность и осматриваются. И осматриваются. Молодых бойцов. Фигуры больше человеческого роста. Монументальные. Много венков. Написано. Памятник участникам локальных войн и военных конфликтов. Вот такая надпись. Открыт в 2010 году. Вот такая машина. Или БТР, или БМП. Я точно не знаю, как это называется. Там посмотрим надписи. Ну, начнем оттуда. Как бы слева направо. Да, машина мощная такая, военная. Надо потом посмотреть, что это. БТР, или БМП. БРОЕВАЯ МАШИНА ПЕХОТЫ, может. Надо посмотреть. Я не знаю. Так, безымянных жить быть не должно. Вот, давайте прочитаем. Так, давайте детально. Первая плита. Вторая плита. Буквы уже позолота немножко не так хорошо. Видно кое-где. Надо бы подкрасить. Третья плита. На паузе рассмотрите, кому интересно. Четвертая плита. Пятая плита. И даже Египет. Теперь переходим к следующим плитам. Пяти. Шестая плита. Пятая плита. Седьмая плита. Да, подкрасить хорошо было бы. Восьмая плита. Хорошо золотая краска смотрится на черном фоне. А тут такой гранит. Рыжеватый, красноватый. На черном, на синем золотая краска. Хорошо смотрит. Вот, подновили. Вот это хорошо. Надо бы всех подновить. А, да, вот свежие надписи. Вот они более четко смотрятся по сравнению с предыдущими. Кстати, сегодня 500 дней исполнилось с момента начала специальной военной операции. Так, вот я посмотрел в поиске. БМП-1. В центре мемориала боевая машина пехоты БМП-1. Боевая машина пехоты. Ну, я ее раньше чуть-чуть снял. Вот такие замечательные два памятника. А там Троицкое кладбище. Оно достаточно большое. Вот там за деревьями. И вот это военная, кстати, часть. Там Гуртев похоронен. Еще напомню, что на Троицком кладбище могила Ермолова возле храма. Спасибо вам за просмотр. Подпишитесь на канал из Орла в Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках и ВКонтакте. Если вам понравился этот ролик, поставьте лайк, напишите комментарий. Делитесь этим видео с друзьями, сделайте репост. Также можете пополнить баланс моего сотого телефона 8 920 889 20 на звонки, услуги, связи, смс, интернет. А сегодня 8 июля 2023 года. Вечер. В общем, что-то около 18 или 19 часов вечера. Научприбор, памятник участникам локальных войн. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Наугорское шоссе. И там впереди улица Лесково. Т-образный перекресток. Наугорское шоссе и улица Лесково. А немного левее там пионерское начинается. Продолжение следует...